Староусины оранжевые в Барнауле даже в будний день пользуются огромным спросом. Парковка почти забита, там внутри больше двухсот людей. На ферме обитают больше ста видов разных животных, птиц. И прямо сейчас мы узнаем у местных обитателей, как они живут и чем питаются. Хорошо ли вас кормят, дорогой юж? Расскажите, вам тут как, нравится, хорошо ли кормят? Расскажите, что вас беспокоит больше всего? Это ранчо называют страусиным, потому что страусы появились одними из первых. Но довольно скоро место стало домом для черепах и быков, обезьян и сов, пеликанов, даже зебры. Она здесь, в отличие от Барнаульского зоопарка, уже год. Настоящий контактный зоопарк, где есть и экзотические птицы. Давай, Ромка, крылышки покажем? Крылышки, ой, крылышки какие-то. Молодец, Ромка. Хватит. О, ты молодец. Ой. Все? Все? Аленка, смотри, Ромка, это с первого раза, понимаете. Ой. Привет. А еще попугай говорит пока, и какой он хороший, и отвечает на звонки. Закуплен, короче. Алло. Хозяин Юрий Нечапуренко сделал ранчо ради интереса, как хобби. Наверное, поэтому он почти не общается с журналистами и предпочитает быть за кадром. О нем его детище рассказывают сотрудники, и с каждым годом принимают все больше животных. Ну вот, которые бегают, козочки, их можно пощупать, накормить, они очень ласковые, ну вот, допустим, там отбирают. Одна из главных местных проблем, чем кормить большую семью. Траву или стена получают на благотворительной основе. Приветствуются, если посетители приходят с овощами или фруктами. Двери гуляют прямо рядом с людьми. Часть животных находят сами сотрудники, а часть попадает сюда на реабилитацию. И это еще одна миссия ранчо. Перебит был центральный нерв, раздроблена кость, несущий кровеносный сосуд был разорван. Этому лебедю после встречи с охотником ампутировали крыло. К счастью, птицу было где приютить. Хорошо, что и кушать стало нормально. Первые дни вообще плохо кушал. Реабилитация, лечение, а иногда малыши остаются здесь жить. Все силами немногочисленных сотрудников. И даже непонятно, кто создает большую гармонию – люди или животные. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.